Открытая студия Но перед тем, как перейти к нашей интересной беседе, дайджест новостей. В Мурманске завершился капитальный ремонт крыши фасадов трех домов. На Коминтерна 9-1, Самойловая 6 и Егорова 13. Первый заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Мурманской области Олег Бубнов в ходе еженедельного объезда проверил, как идут работы на этих объектах. Так, на Коминтерна они завершены в полном объеме. На Самойловой активно идет финишная окраска фасада. На Егорова подрядчик уже завершил окраску. Работы на кровле будут закончены до конца октября. Следующая новость. В Мурманской области стартует 11-й форум-фестиваль «Капитан Грей» крупнейшее на северо-западе России. Литературное мероприятие, в рамках которого проходит профессиональное обучение начинающих прозаиков, поэтов и авторов-исполнителей. События фестиваля развернутся с 7 по 10 октября в дистанционной и очной форме. Специальным гостем станет Стефания Данилова, одна из самых читаемых современных поэтов, автор нескольких книг, организатор фестиваля «Всемирный день поэзии» и других проектов. Кстати, завтра Стефания будет гостем открытой студии. Основные мероприятия форума, семинары, творческие встречи и мастер-классы пройдут 8 и 9 октября на площадке Мурманской областной научной библиотеки. И еще одна новость в завершении блока. Молодежный хоккейный клуб «Арктика» обыграл Курский клуб «Сокол». Со счетом 5-4 матч проходил в рамках седьмого тура первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. Это уже третья победа мурманской команды в нынешнем сезоне. На этом с новостями все, но еще нужно упомянуть некоторые технические моменты. На все про все у нас не так много времени, порядка 28 минут. Посередине программы мы уйдем на небольшой рекламный перерыв, на 2 минуты покинем вас, потом вернемся и продолжим нашу беседу. Также напоминаю всем, что выходим мы в прямом эфире. Это значит, у каждого из вас есть возможность дозвониться к нам по телефону 99-45-45, задать вопрос гостям или прокомментировать самостоятельно нашу сегодняшнюю беседу. Также вы можете написать нам наши мессенджеры телеграммы Viber, привязанной к номеру 921-708-2006. Вот такие вот основные моменты по открытой студии, а теперь мы переходим непосредственно к беседе. А тема нашей сегодняшней программы – Академия телевидения от шестилетних звездочек до профессиональных журналистов. Вот так мы широко обозначили тему сегодняшнего разговора, а обо всем подробнее расскажут сегодняшние наши гости. Ирина, наверное, начнем с вас. Вы, как преподаватель Академии телевидения, все-таки расскажите еще раз для тех слушателей и радиослушателей и телезрителей, кто не видел наши, возможно, прошлые эфиры, какие есть направления в Академии телевидения на данный момент? Больше всего меня радует, что Академия телевидения ориентирована для всех ребят, начиная с шести летнего возраста и заканчивая подростками, старшеклассниками. Ребята могут научиться как блогерству, также они могут раскрутить собственный YouTube-канал. Ну и, конечно же, ребята постарше уже интересуются больше тележурналистикой, собственно, основой которой я преподаю в нашей Академии. Сегодня вот мы пришли вместе с моей ученицей, с Викторией Пантелеевой, талантливая девочка, мне кажется, уже такой прирожденный журналист, которого учить, собственно, и не надо, но нужен наставник. Я считаю, что в деле, в любом, не только в журналистике, важно найти наставника, коуча, который бы тебя вел и подсказывал, возможно, те моменты, которые ты сам проходил на собственном опыте, а сейчас можешь передать его. Собственно говоря, учимся мы на Держинского, то есть на базе ДОСААФ нам предоставляют помещение. У нас полностью техническая оснащенность, что позволяет ребятам не только почувствовать себя тележурналистами, но научиться и видеоблогингу. То есть видеть продукт, который ты производишь, вот от зарождения, от самой идеи и до результата, что очень важно. Элина, вот вы уже долгое время работаете сами на телевидении. Интересно было взглянуть на журналистику с точки зрения преподавателя и вообще какие трудности были? Открою маленькую тайну, что преподавательская деятельность была моей основной долгие годы. Семь лет я преподавала в университете. До того, как стать журналистом? Да, я преподавала в университете, в Мурманском государственном техническом университете, преподавала английский язык. Сейчас в качестве журналиста для меня такой тоже интересный опыт, что я поняла, в чем схожесть преподавателя английского языка и преподавателя журналистики. Тут самое главное раскрепостить ребят, потому что вот как в языке, ты, допустим, знаешь очень много слов. А сказать не можешь. Широкий, да, вокабуляр, а сказать не можешь, то есть преодолеть данные, которые у тебя какой-то в природе языковой барьер. И мне кажется, получается раскрепостить ребят, даже самых зажатых, скромных, к тому, чтобы они не боялись говорить и делать какие-то свои ошибки, высказывать мнение, нарабатывать и нарабатывать постоянно вот свою речевую такую практику. А вот мы сейчас как раз у Виктории спросим насчет того, удается ли преподавателям академии вас это все раскрывать. Но хотелось бы начать все-таки с того, для чего вы лично пришли в академию. Я пришла в академию для того, чтобы изучить профессию изнутри. Ведь нам в школе рассказывают, что есть журналистика, есть... Вам в школе об этом рассказывают? Ну, конечно, нет, мы же должны сами выбрать профессию, которая будет нашей будущей специальностью. Мы это ищем в интернете и других источниках. Ну, нам рассказывают, есть учители русского, ты можешь пойти к каким-нибудь физикам, химикам или пойдешь в юриспруденцию. У нас на это ориентирована школа. А вот про такие творческие специальности нигде не рассказывают. И я решила, что как, нужно же всем этом узнать. И поэтому моя мама мне посоветовала пойти в школу журналистики. И как только я пришла, я начала понимать, интересно мне это или нет. Занятия интерактивные. То есть нам рассказывают про профессию изнутри, то есть... Не просто лекции читают, да? Конечно, да, не как в школе. Получается, про то, как важно правильно одеваться, говорить, какие вопросы можно задавать, какие нужно задавать, какие нельзя. И благодаря этому мы можем понять, вообще интересна нам журналистика или нет. Но помимо журналистики, как, допустим, брать интервью или снимать репортажи... Ну, классической журналистики. Ну, классической, да. Нам рассказывают и про монтаж видео, также нас вводят на различные мероприятия. То есть нам показывают и также другие профессии, связанные с журналистикой. Это вот видеооператорство, то есть как происходит процесс создания видео, при каких условиях. Ну, то есть это очень интересно. А вообще, вот так принято считать, что в журналистику идут, когда не было у нас вообще факультета в журналистике, сколько-то лет назад, идут те, кто хорошо писал сочинения в школе. Как у вас с русской литературой? На удивление, я всегда плохо писала, а вот последние годы, когда нужно писать ЕГЭ и прочие экзамены, у меня открылся как, ну, не талант, то есть у меня нет проблем с сочинениями. То есть когда другие девочки, у меня стресс, у нас сочинения в школе, я такая, тема добро, хорошо, сейчас напишем. Я уже столько написала, что как бы у меня с этим проблем особых нет, но я не уверена, что я хочу связывать конкретно жизнь с делом, как писания статей или каких-нибудь заметок. То есть мне все-таки более интересна тележурналистика, чтобы общаться с людьми, я такой экстраверт, которому важно именно вот узнать человека, а не просто взять у него интервью и отнести его людям, про которые напишут заметку в газете. То есть я все-таки больше, ну, мне больше нравится, как само телевидение, вот эти вот обстановка с камерами, микрофонами, всякими беготнями на туда-сюда, и вот гуще событий, наверное, самое интересное. Экшен-экшен. Элина, расскажите пару секретов, которыми делитесь с ребятами, как нельзя одеваться журналисту? Элина, кстати говоря, тема очень такая злободневная. Я считаю, опять же, это только мое мнение, я всегда ребятам, кстати, говорю, что нужно всегда развивать критическое мышление. То, что если я говорю... И во всем сомневаться. Да, во всем сомневайтесь даже в том, что я говорю. Мое мнение, что, может быть, я немножко такой хранитель традиции, нужно соответствовать той должности, которой ты занимаешь, то есть всегда ориентироваться на ситуацию. Естественно, журналист, он бывает в различных ситуациях в течение дня, то есть надо одеваться так, чтобы ты был готов и к встрече с губернатором утром, и вечером где-то ползать, допустим, по грядкам каким-то или в окопах. То есть нужно сочетать в себе такой стиль, когда тебе всегда было бы удобно, комфортно и встретить любого человека и не ударить лицом в грязь. Элина, вот ваши ученики, именно у которых вы являетесь наставником, какого возраста или тоже разные группы? У меня старшеклассники в основном, мальчишки, девчонки. Девчонки у нас, сколько вам лет, Виктория? Мне 17. 17 уже, да, то есть это уже вполне такая сформировавшаяся личность, которая уже ориентирована и знает, что хочет. Тем не менее, я считаю, что если от возраста многое зависит, потому что ребята, которые даже не планируют связать свою дальнейшую жизнь с журналистикой, они приобретут много полезных навыков, которые пригодятся обязательно в любой сфере деятельности. Это точно так же, как коммуникация с различными людьми, потому что в основном школьники наши, у них круг общения довольно-таки сужен. Это преподаватели, допустим, в школе и, собственно, провестники их или родители. Здесь же самый разнообразный контингент, с которыми они могут пообщаться. Виктория, а вы вот замечаете по себе, что, например, после каких-то занятий в академии вам стало что-то делать легче? Например, подойти к какому-то человеку незнакомому, задать вопрос, что легче, не знаю, текст запоминаете легче теперь? Ну, я могу, ну, не это значит, что мне стало что-то, ну, я стала что-то лучше делать, но мне стало, по крайней мере, понятнее, что... Что такое журналистика? Да, потому что, допустим, я всегда, как тактичный человек, думала, что спрашивать, сколько зарабатывает человек, это как-то не очень правильно. Но нам Элина рассказала, что мы, вернее, обязанность депутатов и всех, ну, властей, ну, они должны не скрывать ту информацию, сколько они могут зарабатывать. Допустим, я этого не знала, ну, я пока это не применяю, конечно, но... Но планирую. Ну, не знаю насчет того, что планируют, да. Да, и еще Элина указала на то, что вот дети в 17 лет уже знают, куда хотят, на самом деле это не так. Не так, да? Да, потому что... Дети в 40, некоторые не могут определиться. Некоторые дети в 40 лет не могут определиться. Не знают, кем быть. Да, я закончила музыкальную, художественную школу, я пошла на журналистику, училась в театральной, я до сих пор точно не знаю, куда я хочу. Ну, то есть музыкальная школа, это, ну, база, благодаря которой, вот, допустим, сейчас у меня как-то устойчивый голос по сравнению с другими учениками, ну, вообще моего окружения. Художественная школа и вот журналистика как-то мне больше всего нравится, потому что я планирую все-таки жизнь связать либо с дизайном, который связан вот с телекоммуникациями, либо все-таки с тележурналистикой. Но все-таки как-то мне вот нравится создавать визуальное восприятие того, что видят другие люди, ну, как это вот так объяснить, то есть не просто журналист, который, ну, его отсняли, его показали по телевизору, на этом все. Я хочу, чтобы людям было интересно на это смотреть, то есть создавать всякие заставки, картинки, да, такой интерактив. Но этому как раз тоже учат. Это наш человек, да, потому что мы всегда говорим, что телевидение это прежде всего картинка. Нет картинки, нет сюжета, вы так вы говорите, да, обычно? Да, вообще мы говорим, что, да, иногда нам говорят, мы не придем к вам записываться, мы вам можем наговорить. Мы говорим, мы не радио, мы не газета, приходите, пожалуйста, и говорите на камеру. То есть наш человек именно визуал, который понимает, что большинство информации из окружающего мира мы получаем, естественно, через картинку. А какие вопросы чаще всего задают ученики, вот только пришедшие, допустим, занятия? Пришедшие ученики, вообще им очень интересно слушать мои байки из жизни. Это все им интересно. Да, я себя напоминаю таким учителем, которому задают вопросы, но он начинает просто рассказывать истории из жизни. На самом деле это не так, потому что действительно некоторые истории учат тому, как избежать тех ошибок, которые у тебя были на практике. А расскажите нам какую-нибудь историю, короткую, которая поможет избежать ошибок. Короткая история, это опять же вот касается одежды. Однажды наш оператор был одет в легкую одежду, его отправили в краснощелье на забой оленей, он примерз к штативу. К коленю. То есть это вот такая история, когда нужно быть ко всему готовым. Такие истории, они всегда занимательны, потому что это пропускаешь через себя. Ну, один из девизов, даже основной девиз Академии телевидения, больше практики, меньше теории. Или как-то даже он выделен лозунгом на сайте. Ратуйте вы как раз за практическую часть. Да, я считаю, что это правильный такой подход интерактивный, потому что меньше слов и больше дела. Потому что мы всегда уделяем, конечно же, время теории, но большинство мы все применяем на практике. А здесь у ребят уже раскрывается полностью их потенциал, и актерские какие-то таланты, и свой подход, и взгляд на жизнь. Ну, очень интересные занятия, они всегда проходят динамично. То есть это нет такого, что ты отсидел два часа и торопишься домой вечером. Что вот надо отдать должное ребятам, что занимаются они вечернее время, вот взрослые, не соприкасаясь с их школьными занятиями. То есть они приходят, и уже вечер мы можем посвятить целиком нашим занятиям. И они от этого не устают, и я тоже не устаю. И скучно там не бывает. Не бывает. Я от них напитываюсь энергией, которой мне хватает вот на целую неделю буквально. О том, как именно Элина Ким напитывается энергией от учеников школы Академии, мы поговорим о второй части нашей программы. Сейчас входим на небольшой перерыв. Советую не переключать FM-волну и свой телеканал. Открытая студия продолжает свое вещание. Напомню, это совместный проект телеканала «Арктик ТВ» и радиостанции «Рекорд». Сегодня ее веду я, Екатерина Богданова. А в гостях у нас преподаватель Академии телевидения Элина Ким и ученица Академии Виктория Пантелеева. Разговариваем мы сегодня о журналистике, о том, чему учат в Академии, чего хотят современные молодые журналисты и как этого добиться за довольно короткое время. Элина, вот курс длится два месяца, да, вот такой, который непостоянный, правильно я понимаю? Да, да. Можно ли за два месяца сделать из человека-журналиста? На самом деле программы различные существуют. Есть девчонки, мальчишки, которые уже занимаются довольно-таки продолжительное время, это будет на протяжении всего года, но запись в Академию телевидения, она продолжается постоянно. То есть мы ждем новых учеников, я буду рада видеть всех, кто пожелает у нас, потому что набор, ну, то есть у нас группа постоянно пополняется. Есть и краткосрочные какие-то курсы, есть и долгосрочные, то есть тут в зависимости от того, у кого какие предпочтения. Так вот, краткосрочный курс может сделать журналиста, хотя бы начинающего журналиста из человека? Как говорится, что каждый журналист это профессиональный дилетант, поэтому я считаю, что все возможно. Каким-то основам, конечно же, эти знания получены, они не будут лишними, когда. Каким-то основам, конечно же, можно. Тот же самый СММ, которому нас обучают, естественно, можно получить знания базовые, и не только базовые, задать те вопросы практически, опять же, которые интересуют ребят. Можно. Скоро, 23 октября, пройдет мастер-класс для блогеров. Кто туда может попасть? И еще раз расскажите, пожалуйста, подробнее про этот мастер-класс. Да, мастер-класс очень интересный, потому что себя можно попробовать в качестве оператора, а также в качестве режиссера монтажа. Это сейчас очень востребованные профессии, не только на телевидении, но и в соцсетях. Потому что резать видео, составлять, компоновать, это все очень здорово, интересно. Меня это тоже вот завлекает, и, естественно, ребята могут записаться по телефону 75, ну, родители, естественно, могут позвонить по телефону 75, 31, 31. Также есть группа ВКонтакте, в Инстаграме есть Академия телевидения, и узнать все подробности. На какой возраст рассчитаны мастер-классы? Мастер-классы рассчитаны, опять же, на школьников, то есть там будут уже градироваться по группам. Нужно за подробностями обращаться в Академию телевидения. Как вы считаете, можно ли в наше время считать блогеров журналистами? Вопрос к обеим гостям, гостям нашим. Да, раньше, мне кажется, была, вот, считала телевидение, как окно в мир, да, сейчас при таком разнообразии платформ, мне кажется, уже столько блогеров, опининмейкеров, инфлюенсеров, как их и не называют. Еще много странных слов, да? Да, тут уже говорит мой учитель английского языка, наверное. Конечно, мне кажется, тут уже проблема в назывании себя. Я считаю, что журналистом может называть себя только человек, не только, у которого есть пресс-карта, но и тот, который может отвечать за свои слова. То есть это не какой-то анонимный телеграмм, ладно, не хочу никого обижать. То есть если это человек, который ведет анонимный, допустим, телеграмм-канал, то я не считаю, допустим, его журналистом. Я считаю, что журналист — это тот человек, который открыт, который может ответить за свои слова, который проводит некий факт-чекинг, который проверяет несколько источников. Подпись свою ставит под материалом, да? Подпись, сверка, да, в бухгалтерии все заверено в отделе кадров. Вот это журналист, я считаю. Виктория, кто такой журналист? Ну, я считаю, что блогер может быть журналистом, но в то же время и не может, потому что все-таки журналист имеет под собой какое-то образование. Может быть, это конкретно журналистика, либо же я читала книгу, в которой рассказывают о том, что журналист может быть учителем английского или истории. То есть он под собой, ну, у него есть какая-то база. А блогером, по сути, может стать любой человек, у которого есть телефон. Но все равно нужен какой-то, ну, актерский талант, чтобы правильно преподносить информацию к зрителям. Получается, как бы, у блогера, может быть, просто хорошо зарабатывать, а у журналистов, а журналист может хорошо оплачиваться. Мало зарабатывать, а блогера, получается, да? Ну, получается так, но тут, конечно, зависит от, наверное, ну, я ничего пока не разбираюсь, от телеканала все-таки, и от блогера, от востребованности, от его контента. Потому что если ты рассказываешь, там, про какие-нибудь скучные темы, типа, ну, мне, в принципе, все интересно, поэтому я не знаю, какие скучные темы бывают, но если это какая-то, там, хайповая штучка, типа, там, вот, такие-то новости. И журналист, он, как обычный человек, может впервые попасть на место и рассказать это людям. А журналисту нужно подготовиться, у него камера, у него текст все-таки какой-то. И поэтому, как бы, такой спорный вопрос. Но сейчас, потому что уже одно в другое вошло, и мы уже не можем точно понять, где журналистика, где блогинг, и где кто из этих людей. Курсы съемки и монтажа, вот, есть в планах запуск такого курса в Академии телевидения? Да, опять же, в октябре у нас стартуют и такие курсы. Как ни странно, почему-то в основном хотят заниматься монтажом мальчишки, операторское им дело больше всего интересно. Что-то странно, вроде везде на всех телеканалах, как оператор, так мужчина, разве нет? Ну, да, но мне кажется, Виктория. Да, я хочу. Я летом с сестрой, но от скуки в деревне снимали мы мини-сериал. Мы снимали, мы были журналистами весны и снимали там, ну вот про разные деревни, богом забытые, то есть там вот сарай крутой или детская площадка разбитая. То есть я это снимала, мы с сестрой были как журналистами, потом я это все монтировала, вырезала, накладывала музыку, и мне доставляет это удовольствие. Поэтому я и не знаю, куда я хочу поступать. И Академия журналистики может мне в этом помочь. Да, и поэтому звоните по телефону 75-31-31. Может быть, связано это с тем, что парни как-то ближе к технике, и кажется им, что им проще разобраться, а девушки боятся этих. Да, возможно, и вот, кстати говоря, помимо того, что будут открыты такие вот мастер-классы, курсы операторского искусства, планирую в понедельник, допустим, девчонок, девчонкам, мальчишек познакомить с нашим оператором, который расскажет какие-то там фишечки, штучки. Как тяжело таскать 12-килограммовую камеру? Да, и какая материальная ответственность за эту супер-дорогую аппаратуру, это тоже немаловажно. Академия телевидения помогает и тем, кто намерен поступить в ВУЗ, дальше учиться на журналиста, именно в ВУЗе. Да, вот есть уже такие ребята, которые говорят на занятиях, что вот мы будем поступать. Да, есть такие молодые люди, и естественно большой плюс Академии телевидения, то что ты выходишь не только с полученными знаниями, навыками, но и с подтвержденным документом, сертификатом о том, что ты окончил обучение в Академии телевидения. Плюс ко всему это будет портфолио. Портфолио представляет собой, вот допустим сегодня мы снимаем, принимаем участие с Викторией в передаче, уже она может это видео приложить к своему портфолио, предоставить своему там, свой ВУЗ, показать то, что она уже умеет, потому что сейчас даже не сколько обращать внимание на то, что ты где-то что-то учился, а на то, что ты умеешь. Да, то есть у них уже будет фактически портфолио полноценное журналисты. Я думаю, это будет отличным плюсом, бонусом в дальнейшем к их поступлению. А вот ваши ребята действительно работают вместе в полях со съемочными группами, с действующими? Да, это так, мы снимаем вместе сюжеты, скоро у нас будет запущена телепрограмма, будет называться Академия телевидения, где они могут попробовать себя в качестве ведущих, так же они смогут писать свои сюжеты, то есть попробовать себя уже конкретно в профессии. То есть я так понимаю, что и на радио будут приходить ребята? Да, естественно, и на радио, и на телевидение. У нас уже в эфире есть программа, называется «Дети говорят», то есть малыши рассказывают по заданной теме, допустим, о профессиях своих, и это уже транслируется в эфире, то есть родители могут увидеть продукт, который получили в Академии телевидения. Вот это конкретная программа на телеканале Арктик ТВ. Виктория, вам нравится смотреть на себя? Честно, да, у меня на первом занятии пришел оператор, мы снимали сюжет про директора ДСААФа, и как так получилось, что мы попали тоже в кадр, и конкретно я, потому что я вот тоже рассказывала про свои проблемы, то, что куда хочу поступить и что мне требуется, и вот я попала на Арктик ТВ, и мама такая, Вика, ты в телевизоре, невероятно, просто такая молодец. Просто вот до сих пор многие считают, что попасть на телевидение – это какая-то нерешаемая задача. Академия телевидения переворачивает это мнение и говорит, что вот мы рядом, мы можем вас потом, не знаю, позвать работать, если вы будете... Сейчас есть такое слово модное в психологии, как обесценивание. Я бы не хотела сказать то, что любой и каждый может попасть на телевидение, только человек с определенными способностями, качествами, да, потому что все-таки дети, которые приходят к нам, это изначально талантливые ребята, которые ориентированы на работу в кадре. А если ребенок, наоборот, очень стеснительный, ему трудно выговаривать какие-то слова, задавать вопросы, может быть, он ради того, чтобы раскрепоститься хочет прийти к вам, но его родители хотят отправить? Естественно, у нас есть такие девчонки, мальчишки, но адаптация у них проходит очень быстро. Один урок они присматриваются из уголочка, второй день, третий уже раскрываются, и достаточно просто с ними работать. Дети – это как пластилин, с ними это табло-раса, чистая доска, с которой можно работать и лепить из них все, что ты захочешь. То есть нет такого, что по какому-то кастингу берете? Кастингов, опросов, тестирований никаких нет, то есть, естественно, ребята могут прийти. Но, опять же, я говорю, что эти ребята или их родители, они изначально у них уже есть, они заточены на то, чтобы попасть как-то в журналистику. Ну, не бывает таких случайностей, поэтому я считаю, что все не случайно. Расскажите, может быть, про какого-нибудь ребенка, не называя имен, понятное дело, который показался очень интересным, какую-то интересную историю из уроков Академии. Поразил, может, кто-то вас? Меня поражают, когда у нас проходят практические занятия, мы делаем такие игровые ситуации. Допустим, предполагаем, что, допустим, работа с пресс-службой. Человеку задают, что он представитель пресс-службы какой-то организации. И тут начинают задавать неудобные вопросы. И как представитель пресс-службы из них выкручивается. Это очень здорово. Тут подключается и актерское мастерство. Ну, если вот далеко не ходить, Виктория недавно приняла в таком кейсе участие. Это был интересный опыт, да, ведь вы? Ну, конечно, у нас была такая задумка, что я была представителем пресс-службы телеканала «Еда». И меня начали расспрашивать про школьное питание. И там такие неудобные вопросы, почему грязные тарелки, и вот вообще про антисанитарию. А я человек, ну... А вам отбиваться приходилось, да? Ну да, я же в этом особо-то не разбираюсь. И я, учитывая, ну, вернее, собираю в ком все свои знания, и вот умение как-то выходить из таких ситуаций, я пыталась ответить ребятам на их неудобные вопросы. Получилось? А почему грязные тарелки, Виктория? Я считаю, что это, ну, неоправданные слухи. Мы, конечно, проведем опрос по этому поводу. Ситуация на контроле. Вот видите, актерское мастерство, пожалуйста. У нас остается буквально 30 секунд до завершения эфира. И все-таки хотелось еще раз, Элина, чтобы вы напомнили ребятам и родителям ребят, которые, возможно, в будущем будут учениками Академии, как с вами связаться. Ну, можете связываться и со мной буквально в соцсетях, потому что я всегда держу руку на пульсе. Можете обращаться по телефону 75-3131. Также есть группа ВКонтакте, Инстаграм. Мы открытые, доступные, добро пожаловать и ждем всех. Вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю открытую студию. Ее вела я, Екатерина Богданова. А в гостях у нас была преподаватель Академии телевидения Элина Ким и ученица Академии Виктория Пантелеева. Девушки, спасибо большое за беседу. Счастливо, спасибо. До свидания. Открытая студия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Краснодар